Друзья, приветствую всех! Сегодня с нами в эфире Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик. Будем обсуждать события, которые происходят прямо сейчас на наших глазах и которые есть смысл обсудить, поверьте мне. Алексей, добрый день. Да, добрый день. Ну, я не знаю, бывают ли совпадения в этом мире какие-то, может быть, и действительно бывают, но вот как раз, когда в Украине очень тяжелая ситуация, когда там обстрелы, причем такие варварские, которых не было с начала войны, вчера Полтава, сегодня Львова, ну такая супер новость, фактически отставка правительства, да. Ну то есть, по крайней мере, многие министры уже написали опрошение об отставке, думаю, это была не их инициатива. Малюська, Стефанишина, Кулеба и многие другие. Вопрос очень простой, первое. Почему сейчас? Ну и ваша оценка работы предыдущего правительства. Ну, я бы, честно говоря, переформатировал вопрос и спросил бы, почему только сейчас? То есть, так было бы более правильно, потому что на самом деле правительство, ну, явно не выполняло эти функции, которые перед ним предстояли в условиях войны. Ну, это мое субъективное мнение. Например, Стефанчук, ну, как бы, возвращаясь к вопросу, я бы переформатировал и сказал бы, почему только сейчас отставка. То есть, она напрашивалась уже очень давно. Хотя, это мое субъективное мнение, я считаю, что правительство явно не выполняло поставленные перед ним задачи, функции. Хотя, например, Стефанчук, спикер парламента, называл Шмыгаля лучшим премьером в истории Украины. Поэтому, как бы, здесь есть разные субъективные мнения, субъективные оценки. Ну, поэтому в данном случае, с одной стороны, мы видим, что правительство, я называю это состояние дисфункциональностью правительства. То есть, оно дисфункционально. Знаете, есть вот, как орган у человека, он может находиться в состоянии дисфункции. Ну, и не выполнять просто те функции, которые на него возложены. Хотя, в принципе, он существует, он, как бы, находится в структуре организма, но он не выполняет свой функционал. Ну, так, в принципе, и наше правительство. То есть, оно существует формально, проводит заседание, но функционально оно, как бы, не рабочее. Поэтому это было понятно еще в первые месяцы войны. Ну, в первые месяцы войны, понятно, как бы, было не до этого. Но я считаю, что вот с осени, там, 22-го года, в принципе, можно было задуматься о формировании эффективного правительства, которое бы соответствовало вызовам времени. Но прошел 23-й год, и вот уже большая часть 24-го года. Только сейчас мы подошли к частичному переформатированию правительства. Я думаю, что это связано в том числе с тем, что нужно частично выпустить пар недовольства, как бы, правительством со стороны общества, потому что все-таки и уровень жизни у людей ухудшается, и ситуация с энергетикой далеко не самая оптимальная. Хотя мы, хотя отдаем от себя отчет, что не все здесь зависит от правительства, все-таки, как бы, есть внешний фактор, и один из основных – это российские ракетные удары. Но то, что правительство могло сделать больше для обеспечения энергетической безопасности – это, как бы, очевидные вещи. Ну, и можно пропройтись по всей, как бы, основной линейке. То есть вот «Вишенка на торте» – это вот недавний законопроект о повышении налогов. То есть я вообще считаю, что это такое, как бы, маркерное событие. Почему? Потому что, с одной стороны, мы видим фискальные акценты правительства, куда они направлены. Это повышение налогов на труд, военный сбор, повышение налогов на предпринимательство – это введение военного сбора для ФОПов третьей группы. И мы видим, что даже один налог, который, в принципе, был более-менее объективный – это налог на сверхприбыль банков. Его в результате на заседании комитета парламента, как бы, сняли из законопроекта. И это был, на мой взгляд, очень такой вопиющий факт, но он очень и красноречивый одновременно. То есть мы увидели как подноготную фискального мышления правительства, подноготную их, как бы, фискальных приоритетов. То есть они считают, что основное налоговое время должно распределяться на простых украинцев, а банки со своих сверхдоходов дополнительный налог платить не должны. Ну, это уже такая, как бы, знаете, апофеоз уже правительственных решений. И в данном случае, я думаю, что больше, как бы, тратить время на их работу, ну, было нецелесообразно. Потому что правительство – это еще и пожиратель времени. То есть мало того, что это дисфункциональное правительство, я называющее пожиратель времени. Они пожирают наше историческое время. То есть они сидят, фактически ничего системного такого не делают, не меняют ситуацию и к лучшему. И время, кстати говоря, это наш самый драгоценный ресурс, дороже, чем деньги. Это правительство сожрало уже несколько лет нашей жизни. Вот. Поэтому тут можно рассматривать все аспекты. Вот. Возьмем аспект внутренне перемещенных лиц. Миллионы людей сейчас и перемещались, и сейчас начнут перемещаться с востока, потому что линия фронта подходит крупным городам. До сих пор не сформулирована даже на каких-то принципах политика государственная по отношению к внутренне перемещенным лицам. То есть ее как бы нет в общем, ну, а слова совсем. Вот. Ну и так можно пройтись по промышленной политике. Политика, связанная с занятостью населения. Все-таки безработица 15% в условиях войны – это недопустимый показатель. То есть это говорит о том, что экономика абсолютно не адаптирована к условиям военного времени. Потому что в условиях военного времени должна наблюдаться, наоборот, максимальная занятость населения. То есть безработица должна быть минимальной. То есть если бы у нас правительство было функциональное, то у нас сейчас безработица должна была бы составлять 2-3%, как это во всех воюющих странах и происходило. А у нас безработица была 20-25%, а сейчас 15%. Это в полтора раза выше, чем в довоенное время. То есть это один из ключевых маркеров того, что правительство не выполняло свои функции. Ну да, не хочется сравнивать с врагом, но мы знаем, что в России сейчас исторически самый низкий уровень безработицы. Самый низкий. Да, у них меньше полутора процентов. Визит Путина в Монголию. Ну, это ключевая тема на переговорах, потому что там сегодня глава Монголии извинился, сказал, что я очень, так сказать, приношу свои извинения, чтобы мы Путина тут не арестовали. Но это условия существования Монголия. Мы связаны такими вещами, то есть по экономике, по энергоресурсам, когда мы не можем себе этого позволить. Вот это совершенно безумно, честно говоря, признак этого времени, когда на самом высоком политическом уровне правительства и страны руководствуются там не политикой ценностей, а политикой экономических интересов. Куда это все приведет вообще? Хотя я знаю, что Запад, и вы писали об этом в своем Фейсбуке, предлагал им выход, предлагал им какие-то проекты, деньги и так далее. Ну, смотрите, здесь как бы это, с одной стороны, разочарование, с другой стороны, это своеобразный холодный душ, потому что политика ценностей, она появилась относительно недавно. До этого мир жил в условиях так называемой реальной политики. Вообще, отцом реальной политики считается Киссинджер, который как раз реализовывал его в взаимоотношениях с диктаторскими режимами. Модель взаимоотношений Китая и США, то есть Никсон и Бен Сио Пинк, и модель Киссинджера. Ее еще называют модель Кимерика, то есть сочетание двух слов, Китай и Америка. Это как раз модель взаимоотношения с диктаторским режимом, потому что режим Мао, это был диктаторский режим в Китае. Ну, как видим, эта модель просуществовала сколько? Ну, десятилетия, да. Опять же, взаимоотношения с Советским Союзом, заключение соглашений, сокращение различных видов вооружений и так далее. То, что подписывалось еще во времена Советского Союза. Это тоже как бы элемент реальной политики. Политика ценностей — это сейчас больше скорее миф, чем реальность, к сожалению. Хотя иногда на краткосрочных и среднесрочных интервалах политика ценностей работает. Я бы так сказал, что политика ценностей для западного мира — это серьезный инструмент, но он находится в рабочем состоянии только на краткосрочной, максимум среднесрочной дистанции. То есть вот когда первый шок войны России против Украины, как раз Запад оказывал максимальную поддержку и оказывал максимальное давление. А на долгосрочной дистанции все-таки включаются механизмы саморегулирования, включаются механизмы реальной политики. И они включаются вне зависимости от наших желаний. Почему? Потому что западные страны — это все-таки демократии, а демократии, они зависят от электорального выбора и настроения населения. А настроение населения зависит от уровня жизни, благосостояния, экономических каких-то факторов. Поэтому, знаете, сейчас, например, победа на Восточной Германии — альтернатива для Германии. Вот этот победный марш АДГ, который сейчас мы видим на местных выборах. Это говорит о том, что, в принципе, люди смотрят на рабочие места, люди смотрят на зарплаты, люди смотрят на цены. И они голосуют даже за те партии, которые раньше никогда бы не голосовали, потому что они не согласны с действующей экономической политикой. То есть им можно рассказывать, в принципе, и про систему ценностей, но они все равно будут в долгосрочной перспективе голосовать за свое благосостояние. Ну, так устроена человеческая природа. Мы просто здесь как бы ничего не можем сделать. А Монголия в этом плане, ну, здесь претензий к ним очень сложно предъявить, потому что Монголия — это страна, которая зажата между Россией с одной стороны и Китаем с другой. При этом это страна, которая придерживается нейтралитета. Нейтралитет Монголии определен на уровне ООН. Есть всего три страны, по которым было голосование по нейтралитету. Это Монголия, Туркменистан и Швейцария. Вот это третья страна нейтралитета. При этом многие западные компании работают в Монголии, британские, канадские. То есть занимаются добычей природных ресурсов. То есть Монголия пытается диверсифицировать свою политику, но находясь на стыке двух империй, проводить какие-то резкие движения, например, арестовать Путина, ну, это было бы чревато для Монголии очень серьезными последствиями. Поэтому я, например, не могу здесь ни в чем упрекать Монголию, потому что я, если поставить себя на место монгольского президента, то, в принципе, он думает о благополучии своего народа, о том, чтобы этот народ имел необходимые ресурсы для жизни, чтобы война не пришла на территорию Монголии, чтобы Монголия не оказалась под оккупацией какой-то большой соседней страны. И, ну, можно сделать красивый жест, но потом вернуть свою страну в пучину страданий, в пучину негативных последствий. Алексей, я с вами согласна абсолютно, и вы говорите очень логичные и верные вещи, но тут возникает другой вопрос. Ну, вот эти все фасадные организации, потому что уже совершенно понятно, что это фасадные, от Красного Креста до МУСа, до ООН и так далее. Для чего им платить налоги вообще? Налоги не маленькие, да? Они живут все очень жирно достаточно. Все эти чиновники ООН, чиновники Красных Крестов, чиновники МУС. Но если судьи МУС не нужны, зачем вообще все это надо? Я бы сказал так. Это структура, которая оказывает больше психологическое давление, чем реальное давление. Поэтому сказать, например, что для Путина абсолютно неинтересно решение МУС, тоже будет преувеличением, потому что психологически на него оказалось очень серьезное влияние. Это решение существенно ограничивало его передвижение по миру. Например, в ЮАР, несмотря на заверение местных лидеров, он так и не прилетел. Хотя там тоже заговорили, что не будут его арестовывать. Поэтому и на многие форумы международные он уже не прилетает. Например, на G20 и так далее. Поэтому существенно ограничивали его передвижение, и психологическое влияние есть. Мы просто часто абсолютизируем влияние таких структур, гуманитарных структур. Мы думаем, что это как волшебная палочка, которая взмахнет и решит все проблемы. Нет. Это структуры, созданные для быть как морально-нравственным императивом, скажем так, для глобального мира. Глобально-нравственный императив, он так же, как и в жизни человека. Если взять философию того же Канта, то существует морально-нравственный императив, но это не значит, что все люди моральные, все люди совершают правильные поступки. Среди людей есть преступники, люди, которые иногда делают хорошо, иногда плохо, а есть как бы праведники. Но, тем не менее, морально-нравственный императив должен быть для того, чтобы выступать морально-нравственной такой линейкой, мерилом, и чтобы можно было отличать плохих людей от хороших. В принципе, гуманитарные структуры глобальные, они тоже выполняют роль морально-нравственного императива, их задача быть таким мерилом, то есть отдавать свои заключения, которые выступают как абсолютным моральным критерием. То есть, например, Красный Крест говорит, что проводится в этой стране геноцид, и значит весь мир уже понимает, что это классифицируется именно как геноцид. То есть именно эти структуры созданы для этого. Но ни Красный Крест, ни МУС, ни ООН не могут остановить геноцид и не могут остановить войны. И поэтому периодически происходят, как в Руанде, геноциды в других странах. Такие факты, к сожалению, они были, и к несчастью они и будут повторяться. Визит, кстати говоря, Путина в Монголию, просто один аспект интересный, это сообразное историческое эхо. То есть Монголия, мы же прекрасно помним, 800 лет назад из учебников истории, это Монгольская империя 1.0, назовем мы это. Первая сухопутная империя, которая империя как бы теориатов, то есть теор-земля, которая сформировалась именно на принципах сухопутной империи. И которая была остановлена только, когда закончились евразийские степи, то есть как бы дошла до фактически, до центральной Европы. Это, кстати, империя, которая первая ввела фиатные бумажные деньги вместо монет, которые там чеканились из драгоценных металлов и полудрагоценных. Это империя, которая бросила в свое время вызов и Византии, и Западной Европе. И фактически Западный мир тогда не обладал такими имперскими структурами, потому что Западный мир, он потом, как мы помним из истории, он базировался уже на морских империях, на Таласатах, Талас, море. Вот это противостояние Таласатов и Теориатов, Таласа и Теура, сухопутных империй, морских империй, это стало потом нервом цивилизационного противостояния всей мировой истории. Так вот мы сейчас видим реинкарнацию Монгольской империи, 2.0, но только, естественно, уже не на базе Монголии, это уже на базе Союза России и Китая. То есть Россия плюс Китай — это и есть Монгольская империя 2.0. Сухопутная империя, которая базируется на сухопутных морских путях, то есть это Новый Шелковый путь, это путь Север-Юг из России в Иран. Максимум — это каботажные морские пути вдоль контролируемой береговой линии, а так в основном это сухопутные торговые пути. Кстати говоря, если посмотреть исторические ретроспективы, то мы увидим, что Азия попала в колониальную зависимость именно в тот момент, когда перешла сухопутных на морские торговые пути. То есть пока она базировалась на сухопутных торговых путях, она процветала, существовала и развивалась. А как только перешла на морские, это произошло со времен португальского владычества в Индии, она попала сразу в такую жесткую колониальную зависимость от западных стран. Сначала это португальцы, голландцы, ну и потом уже британцы. Вот тут интересно, я бы хотела с вами обсудить. Смотрите, Турция подала заявку на вступление в Брикс. Мы помним, три года назад, когда там начинался этот процесс, ну, может, он не начинался, но он стал таким публичным, обсуждаемым. Все там, ну не все, но многие очень эксперты хихикали, говорили, да, ну что там этот Брикс, ха-ха-ха и так далее. Но мы видим, что этот процесс постепенно набирает обороты, и они всерьез как бы отстраиваются, да, создают там вот глобальный юг. И, кстати говоря, Турция, если вступит в Брикс, поскольку не подали заявку, то этот союз получит и морские пути тоже. Чем, какие перспективы у этого союза? Действительно ли он может стать серьезным конкурентом глобальному Западу? И какие последствия этого всего могут быть с вашей точки зрения? Ну, я, кстати, относился к тем экспертам, которые серьезно анализировали Брикс. Наверное, был один из немногих в Украине. У нас действительно, как вы правильно отметили, в основном это были смех. Ну, мы всегда, знаете, как... Украина, к сожалению, отличается, если брать, анализировать экспертное сообщество, отличается очень поверхностным взглядом на окружающие. То есть мы находимся в состоянии такого солипсизма, когда весь мир крутится вокруг Украины. Украина находится в центре мировой цивилизации. Ну, а все страны — это как наши спутники. Ну, и очень поверхностное восприятие тех событий, которые происходят, и попытка все время их как бы понизить, их роль высмеять и так далее. Ну, я, кстати, единственный, наверное, в Украине, кто писал в Брикс достаточно серьезную аналитику. Поэтому в этом плане я как раз и прогнозировал усиление Брикс в ближайшие несколько лет. Почему? Потому что, если раньше это была просто аббревиатура, знаете, было модно соединять разные страны в какие-то группы. Там была, например, группа Брикс, а была группа Минт, например, Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция. Там еще был ряд групп, там, группа 12, группа новых индустриальных стран, новейших индустриальных стран, там, потенциально возможных индустриальных стран. Такой аналитик, как О'Брайн, там, он любил это сочетание этих стран делать. Но Брикс – это действительно была такая большая аббревиатурная структура, но она начала приобретать все больше и больше содержания именно с момента войны России против Украины. Почему? Потому что, во-первых, Китай вышел на новый уровень геополитического доминирования. Уровень геополитического доминирования определяется способностью покупать ключевые природные ресурсы за свою фиатную национальность. В масштабной войне Китай покупал в России нефть и газ за доллары, то сейчас он покупает за юаней, а Индия покупает за рупии. То есть видим, как бы, отличия, да? Поэтому в данном случае Китай вышел на новую ступень этого геополитического доминирования, так же, как и США, которые покупают нефть и за доллар, а Европа покупала российский природный газ за юаней. То есть уже возникли предпосылки для вот такого геополитического какого-то, для геополитической консолидации. Второй, как бы, такой движок, как бы, интеграционный, который формирует геополитическую гравитацию этой структуры, это то, что я называю революцией глобального юга. Революция глобального юга против Запада чем-то напоминает, вот если вспомнить Великую Французскую революцию, третье сословие, да, которое было лишено, это в основном буржуазии и торговое сословие. Они обладали большими ресурсами, капиталами, но были лишены политических прав. И это стало причиной революции против дворянства, которое имело большие политические права, но уже не имело той экономической роли, которая была до этого. Вот примерно та же самая история происходит и сейчас. То есть есть геополитическое дворянство, или геополитическая аристократия, это западный мир, который обладал когда-то большим экономическим потенциалом, доминирующим экономическим потенциалом. И, соответственно, он обладал и доминирующей геополитической властью. Но сейчас центр тяжести, центр геополитической гравитации смещается с Атлантики, смещается в центр Азии. И, соответственно, происходит смещение экономических потенциалов. Но набор геополитических прав у этих стран достаточно небольшой. Можно сказать, например, что Индия не является членом Совета Безопасности ООН. Хотя это одна из крупнейших стран мира по численности населения. Крупная экономика. Революция глобального юга заключается в том, что эти страны увидели неэквивалентность глобального обмена. Неэквивалентный глобальный экономический обмен, в рамках которого те же самые природные ресурсы глобального юга меняются на фиатные валюты западных стран. Резервные валюты западных стран. И, соответственно, существует запрос уже со стороны этих экономик. Этот обмен изменить в свою пользу. Кстати, было интересное исследование Парижской школы экономики. Они как раз изучали проблему неэквивалентного глобального обмена. Он стоит примерно полтора триллиона долларов в год для стран глобального юга. То есть это колоссальная сумма. Примерно 2-2,5% их ВВП. Поэтому вот появилась основа в виде экономических интересов. И понятно, что глобальный юг не объединяется с помощью системы ценностей. Там ценности совершенно разные. Если посмотрите, Индия – крупнейшая демократия. Китай – это коммунистическая страна. Россия – это симбиоз различных форм правления. Но основная такая квази-государственная экономика с элементами частной. А общих ценностей на самом деле нет. Потому что и религии разные, и системы управления разные. Но БРИК сформируется по принципу пчелиного роя. Пчелиный рой и распределение функций. То есть когда, например, Россия – это природные ресурсы и военные технологии. Китай – это демографический потенциал, производительность труда, инвестиции и технологии. Индия – это перспективный растущий рынок. То есть это происходит синергия и распределение функций в рамках пчелиного роя. Россия выполняет, кстати говоря, в этом роя роль ресурсной и ядерной матки. Потому что обладает крупнейшим ядерным оружием и крупнейшими мировыми ресурсами. Также и муравьиный рой работает. Распределение ролей. Да, да, совершенно верно. Так же и муравьиный рой. Поэтому западный мир, он не по принципу роя сформирован, а по принципу общих ценностей. Поэтому разные принципы интеграции. Что перспективнее, с вашей точки зрения, Алексей? Это же очень интересно, понимаете? Потому что всегда интересно, у кого больше будет перспектив получить все в будущем мире. Вообще сегодня, мне кажется, разговор о будущем очень важен. Что перспективнее, с вашей точки зрения? Да, ну просто завершая тему с этой Монгольской империи 2.0, скажем так, формируется геополитическая матрешка. То есть Россия плюс Китай – это Монгольская империя 2.0. Добавляем к этой Монгольской империи 2.0 Центральную и Южную Азию. Мы получаем глобальный остров, то есть о котором я писал, то есть это фактически Евразийский глобальный остров, куда же включается Индия, Центральная Азия и та же Турция. А добавляем к этому глобальному острову Евразийскому, добавляем Африку и Америку, получаем Брикс. Вот вам тройная матрешка. Поэтому понятно, отсюда понятна технология, как эту матрешку разбить, например. То есть сначала нужно разбить связку Россия-Китая. Если разбивается связка Россия-Китай, разбивается Монгольская империя 2.0, распадается. Распадается Монгольская империя 2.0, сразу распадается гравитационная связь в глобальном Евразийском острове. Распадается связь в глобальном Евразийском острове, распадается и Брикс. выпадает африка и латинская америка то есть все очень просто на самом деле поэтому сближение россии китая не это одно из крупнейших просчетов стратегических запада а что может разбить сближение вот с вашей точки зрения что могло бы разбить это сближение что могло бы его остановить ну остановить это может быть какой-то существенный компромисс либо с китаем либо с россией чего хочет китай чего хочет россия мы прекрасно понимаем то есть что нужно дать китаю как бы не буду озвучивать и что нужно дать россии вот это и есть геополитический компромисс но о которой наталкивается на систему ценностей которые вы говорили вот и получается что запад находится сейчас в контексте своих долгосрочных интересов он находится в ловушке цен в ловушке системы ценностей потому что он не может отдать китаю россии то что они требуют но что если он отдаст потом перестанет быть западом то есть он тратит моральный авторитет утратит моральный авторитет утратит систему ценностей которая является его осевой и стержневой как бы основой ну вот они они отдать это значит допустить слияние россии китая и и сформировать ключевой экзистенция экзистенциальный вызов для себя в будущем пусть это чтобы понимали с точки зрения экзистенции экзистенциального вызова это третий по величине вызов после второй мировой войны холодной войны 21 веке это ключевой вызов для западной цивилизации если западная цивилизация этот вызов не не сможет ответить то соответственно это риск существования самой западной цивилизации вот но здесь получается такая вот ловушка то есть с одной стороны чтобы выйти из этого риска ты должен отказаться от своих ценностей если откажешься от своих ценностей ты разрушишь самого себя подводя итоги извините подводя итоги получается что то что сейчас происходит происходящее неизбежно исследовательно неизбежно 4 мировая война или 3 там независимо от кто как классифицирует понимаете но вот получается это столкновение уже да эти два так сказать две льдины которые друг на другом чатся их это уже неотвратимо получается потому что нельзя пожертвовать ни тем ни другим ну смотрите да в принципе такие риски сейчас возрастают я даже написал в своей статье о том что вместо того чтобы разбить этот синтез синергию россии китая запад пытается победить их в их целокупности в их как бы в объединенном состоянии то есть то что мы сейчас видим это стратегия запада атаковать одновременно и россии китай а то что делать сейчас сша вот и визит как раз салливана в китай это фактически он привез китай ультиматум то есть мы понимаем что когда приезжает советник по безопасности и он встречается с лидером страны данном случае си дзимпином то просто так советника по безопасности и другой страны бы не принять это означает что салливан привез фактически ультиматум Китая со стороны США. Судя по различным заявлениям, Китай этот ультиматум принял в каком смысле? Он с ним не согласился. Он принял вызов. Поэтому насколько хватит сил западной цивилизации для того, чтобы целокупно атаковать Россию и Китай, то есть бороться с ними, покажет время. Но понятно, что если уже приняли решение атаковать, то они будут атаковать сейчас, потому что через 5 лет, через 10 лет сила Монгольской империи 2.0 будет намного выше, чем мы сейчас поблюдаем. Кстати говоря, в этом контексте и драматургия выборов США, потому что Трамп как раз это тот человек, который может частично закрыть глаза на систему ценностей ради глобального компромисса. То есть он может попытаться это сделать. Это исселяет как раз вот такой страх в европейские политические элиты, его приход. Именно с этим связан как бы этот ужас. Поэтому в этом плане будет, если Трамп победит, будет попытка что-то дать России или что-то дать Китаю. То есть Трамп будет включить свою теорию сделок. Он попытается что-то дать Китаю, чтобы поссорить его с Россией, или что-то дать России, чтобы поссорить ее с Китаем. То есть он будет пытаться это сделать. Но если придет власть Камала Харрис, то, естественно, тогда это продолжение как бы системы, той системы, которую мы наблюдали до сегодняшнего дня. Ну и в принципе на Западе да. Но логика Трампа хотя бы понятна. Можно с ней соглашаться, не соглашаться, но она понятна. Но ведь если там, скажем, условно говоря, левая или там еще какие-то, неважно, ну потому что считается демократический лагерь условно левым, если бы приняли решение атаковать одновременно Китай и Россию, тогда создайте же хотя бы инструмент для этого. У вас есть Украина, дайте же тогда и оружие, если вы хотите атаковать. Но они и оружие не дают, и не принимают логику Трампа, и тогда что? Ну так же не бывает. Ну они хотят, во-первых, чтобы это не перерастало в открытое военное столкновение. Запад, в принципе, в этом плане находится в парадигме холодной войны. То есть вот они, у них есть исторический опыт холодной войны. Исторический опыт холодной войны говорит о том, что можно было напасть на Советский Союз, как предлагал Черчилль в своей знаменитой речи после Второй мировой войны. Вот план немыслимый, да? В 45-м, в 46-м году сразу же напасть на Советский Союз. Вот этот план немыслимый, да? Можно было бы напасть и возможно даже и там теоретически предположить, что можно было достигнуть каких-то результатов. Но это привело бы к колоссальным жертвам. Если бы эта война началась еще на этапе ядерного оружия, то это были бы десятки или там даже сотни миллионов погибших. А в данном случае они видят, что они чуть-чуть подождали, то есть с помощью холодной войны практически без жертв выиграли цивилизационное состязание огромной страны, которая являлась их ключевым соперником. При этом не потеряли разрушенные города, не потеряли уничтоженное население, не потеряли экономические активы и наоборот даже усилились, развились и использовали это себе во благо. То есть поэтому вот эта парадигма холодной войны она будет добить на американских политиков в контексте того, что делать дальше. Поэтому они будут пытаться действовать с помощью экономических торговых методов, иногда применяя военные операции прокси-сил, которые будут использовать. Вот, например, против Китая сейчас я вижу попытку использовать Филиппины как площадку для военных действий с помощью прокси-сил. То есть дать, например, Филиппинам тоже какое-то оружие, с помощью которого можно будет выдавить китайский флот из Южно-Китайского моря, точно так же, как с помощью британских дронов морских был выдавлен российский флот с Черного моря. Ну, точно так же нанести поражение китайским кораблям и китайскому имиджу, китайскому авторитету, китайской гемонии в регионе. То есть если, например, точно так же, как удар был по российскому имиджу, когда фактически Черноморский флот был закрыт в бухтах и не может сейчас активно действовать в результате атак морских дронов. Ну, точно так же представить себе, если Филиппины с помощью морских дронов нанесут ущерб китайскому флоту, то это будет тоже колоссальный удар по китайской гемонии в регионе. Потому что Филиппины всегда оценивались как намного более слабый соперник для Китая. Поэтому в данном случае может быть Филиппины использованы в ближайшее время как атака для развертывания прокси сил. Но прямого столкновения то есть Запад боится перерастания этой войны в ядерную войну. Ну и соответственно он будет действовать очень осторожно в данном случае. Очень осторожно и поэтому кстати говоря отвечая на ваш вопрос кто может выиграть в этом противостоянии. Здесь понимаете на самом деле как я уже говорил нет однозначно хороших систем однозначно плохих систем. Есть системы которые адаптированы к нынешним условиям и которые не адаптированы к нынешним условиям. Потому что точно так же как демократия это может быть демократия которая была греческих полюсов демократия европейская развитая республиканская а это может быть ахлократия, которую мы наблюдаем сейчас. Это уже фактически формы вырождения демократии. Это уже переход от рациональной, интеллектуальной демократии, это переход к эмоциональной и иррациональной какой-то рефлексии толпы. Это не вспоминается. Да, да. Так вот, если сравнивать, что победит, например, китайский легизм или европейская или там западная ахлократия, то, естественно, если западная демократия будет находиться в стадии охлократии, то победит китайский легизм. Если она будет находиться в стадии зрелой республиканской демократии, то победит зрелая республиканская демократия. Здесь очень важно, кто на каком этапе зрелости и развития находится, потому что ключевое отличие демократии это выборы, а легизм, китайский легизм это отбор. То есть это ключевое отличие. В Европе и в США выбирают, а в Китае отбирают. Поэтому мы можем тут уже увидеть эту ключевую разницу. Поэтому это, опять же, тест будет на зрелость западной демократии. В какой стадии она находится? В зрелой республиканской или в стадии охлократии? На Западе на самом деле уже сейчас видят смещение вот этого центра мировой гравитации в сторону Азии. Поэтому недавно и МакКензи, такая вот структура аналитическая, она опубликовала это смещение центров. Они написали, что допустим тысячу лет назад в Центральной Южной Азии был центр мировой экономики и цивилизации. Потом он начал смещаться в сторону Европы. В 20 веке, в начале 21-го это находился посередине Атлантики, символизируя как бы доминирование США и Европы. А сейчас он постепенно стал смещаться в сторону Азии, этот центр гравитации. Поэтому на Западе понимают, что у них есть длина одного поколения, максимум двух поколений, то есть 25-50 лет, чтобы ответить на этот вызов. Но формы этого ответа, они будут естественно отличаться. Ну и мне кажется, Алексей, так уже в финале может быть, что и для нас это большой урок. Потому что когда мы постоянно пытаемся решить свои исторические задачи, примеряя, так сказать, на нынешнее время какие-то исторические лекала 100-летней давности, 200-летней давности, вспоминаем, что как это было, и неплохо бы и сейчас так сделать, да, то мне кажется, нам следует помнить, что в одну реку не войдешь дважды. И идет время, есть новые вызовы, и нужно понимать эти вызовы, а не рассказывать, ну там, какие-то исторические сказки, говорить, что так вот было бы хорошо. Вы знаете, это действительно очень интересное такое замечание, а я с ним полностью согласен, потому что, ну представьте, если бы Польша сейчас выстраивала бы свою государственность, экономику на принципах Второй Речи Посполитой, да, которая там образовалась в 2018 году и в 1939 году прекратила существование. И абсолютизировала бы это прошлое, и мифологизировала бы, идеализировала бы и так далее. Точно так же, как мы сейчас постоянно пытаемся какой-то создать миф там Украинской Народной Республики 2018 года и пытаться найти там какие-то источники для своего развития в 21 веке. Знаете, как когда-то приезжал президент Израиля в Украину с лекцией, и все почему-то решили, что, ну кто-то спросил у него о том, что нужно изучать историю, чтобы не повторить ошибок истории, ну потому что решили, что в Израиле эта пословица будет иметь как бы наибольшую такую поддержку. Он ответил, что не пытайтесь изучать историю, потому что при всем желании вы никогда не сможете повторить эти ошибки, потому что это совершенно другие условия уже существования и развития. А смотрите в будущее, то есть не смотрите назад, смотрите в будущее. Израиль именно так и делает, он смотрит в будущее, а не смотрит назад. Потому что если Израиль бы все время смотрел назад, то там понятно, что это была бы просто трагедия, кровь и огромные потери. Поэтому он смотрит в будущее и создает это будущее для своих граждан. Ну в этом плане для нас это тоже хороший урок, потому что мы это все время смотрим в прошлое. То есть мы все время пытаемся найти вот даже вот недавнее решение там Национального банка, там перейти с копеек на шаги, да, и так далее. То есть это постоянно какая-то попытка найти какой-то волшебный рецепт в прошлом. То есть мы не смотрим в будущее, то есть мы совершенно лишены вот этой вот визии будущего. У нас в основном споры, это не о визии будущего происходят, у нас в основном споры о прошлом идут. Потому что прошлое... Ну да, и мы не создаем, Алексей, мне кажется, новые проекты, мы все время копаемся там, о, вот нужно на кухне эту плиточку нам перерисовать, на шаг поменять. У вас колоссальные вызовы, ребята. Вот чем мы занимаемся, называется. Огромное вам спасибо. С вами всегда, ну, я не знаю, очень интересно разговаривать. И, конечно же, нам предстоит решить только один вопрос, вот нам с вами лично. Это вопрос микрофона, Алексей. Да, хорошо. То-то с ним нужно сделать. Огромное спасибо и до встречи. До свидания. Все, спасибо, спасибо вам. Спасибо большое. Счастливо, счастливо. Спасибо.